Волк фор Фридом Волк форидом Волк форидом Ситуация с торговлей людьми во всем мире настолько тревожна, что Госдепартамент США ввел классификацию для стран из четырех групп. На протяжении четырех лет Украина находилась в третьей. В 2017-м ее подняли во вторую, признав государством, правительство которого серьезно борется с проблемой. В прошлом году было 198 пострадавших от торговли людьми, в позапрошлом – 110. В этом году сейчас уже установлено около 160 таких статусов. То есть увеличение, опять-таки, не говорит о том, что гораздо увеличилось количество людей, которые пострадали. Это говорит о том, что люди более готовы сейчас обращаться к государственным организациям за помощью. В Министерстве социальной политики говорят, борьба с торговлей людьми для государства в приоритете, а механизмы противодействия и помощи все время совершенствуют. Попав в такую ситуацию, мы можем сказать, что вы не одни. Мы готовы вам помочь. Мы предложим вам бесплатную правовую помощь. Выплаты – это три прожиточных минимума. Предложим медицинскую помощь за бюджетные деньги. Также мы приобщаем международные организации, чтобы предоставлять гранты людям, которые были жертвами, чтобы они открывали собственное дело. И такие социальные бизнесы уже открыты. С плакатами, зонтами и в наушниках, как символ глухоты, участники прошлись по центру Киева. Надеются, их массовое шествие поможет сделать незаметных обществу жертв видимыми. Любовь Задорожная, Максим Крадобык, ЮЭТВ.